Итак, по ровно-замокадровое движение. В начале я объяснял, что мы руки на пояснице, для работы, ощущения движения поясницы, здесь руки для того, чтобы чувствовать поворот таза, но ощущение поясницы и таза здесь тоже можно чувствовать за счет этого движения. Кому как нравится, кому как удобно. Все, мы начинаем опять погружение, то есть макушка подтянута, плечи расслаблены. Здесь коленка на большой палец, здесь чуть-чуть коленка в сторону, не сильно, иначе если сильно повернем таз, соответственно, куа у нас закрыта, коленка, и пальцы стопы погружены, и я пальцами стопой пытаюсь растянуть или разорвать в пол. Поэтому мы получаем усилие, ну и продольное, устойчивое и поперечное. Все, и теперь, здесь у нас иния на поле, наверное, погружение корней, здесь у нас явно подвешивая замокушку, как бы висим легко в пространстве. То есть туловище с руками, голова, все висит в пространстве. Все, и мы начинаем уходить. При этом коленка ориентируется на стопу, то есть она не уходит ни внутрь, ни наружу. Вот я разверну, вот я разверну, уходя поясницей назад. Теперь тазом, вот я тазом проставляю, пальцы придавим, перехожу. Коленка идет по стопе, то есть ни в сторону, ни в лево, ни в право по стопе. Здесь, например, подбирая таз и закрывая таз. Дойдя до коленки, я таз разворачиваю и потянул, потянул, тазом потянул, коснулся, но не впал, коснулся. Доставил, погрузил. Коленка здесь над стопой. И теперь закрывая, закрывая, а эта коленка четко над большим пальцем, то есть она не должна ни вправо, ни влево. в сторону, то есть толка над большим. Значит, я здесь закрываю, закрываю. А эта коленка в сторону. Ну, как я уже рассказывал вам, если я внутрь ее поставлю, то вот эта поперечная устойчивость будет никакая. Продольная сохранится, поперечная. Поэтому здесь коленка в сторону. Пальцы стол придавят, я распираю. Ну вот, и здесь макушка, плечи расслаблены, все. Закрыться в верхней части. Трущая рука. Теперь. Уходя назад, разворачиваем. И вот эта пустота, полнота. То есть вот я поднял, все легко. И коснулся. При этом макушка не шелахнулась в пространстве. По макушке проверка. Тазом доставил, придавил. И вот этот момент, который мы разбирали. Что здесь идет и закрытие, и подбирание. Закрытие и подбирание. Коленка дошла до коленки. И таз начинает ее разворачивать. Тазом я вытягиваю ногу. Вот я тазом вытягиваю ногу. А вот я могу без таза вытянуть ногу. Вот я без таза вытягиваю ногу. То есть важно, что я тазом вытягиваю и тазом запускаю в землю. Пальцы поставил, придавил. Укоренился. Перешел черная коленка на большой палец. С закрытием, но распиранием. То есть распирание идет чуть-чуть вот этого колена и в стопах. Таз чуть подборок, чуть-чуть. Он там не идеально работает. Потому что мы с ним на передней ноге, соответственно. И начинаем за поясненький таз. Держим колено над стопой. Иначе коленка улетает внутрь. То есть держим колено над стопой и я разверну. То же самое вот макушкой. Я поднимаю ногу и моя макушка, конечно, вот в ногу. Как проверочная высота полнота. Тазом. Тазом доставляю в землю. Схватил землю или погрузил. Правильно? Погрузил. И теперь я подбираю и закрываю. То есть я подбираю, закрываю. Дошел до колена, но не перешел через колено. Дошел, развернул. И продолжаю тазом. Подаю, подаю, коснулся. Но не упал. Обязательно не упал. Это важно. Коснулся. Вот и коснулся. Убрал. Коснулся. Убрал. Коснулся. Убрал. Тазом доставил. Стопа отчетка ровная. Ровная, жесткая. И продолжая движение, закрываю. Но при этом колено остается в распорочке. Вот это. Это у нас жестко фиксировано. Не влево. Не вправо. Никуда. Жестко. И плоскость через таз, проходящая, должна быть строго перпендикулярно по направлению движения. Все. Уходим. То есть за поясницу. Вот она, пустота, полнота. Проверил. Тазом подал. Придавил. Коленка выходит по стопе. Я думаю, что я могу коленку вот так выходить. Я могу и вот так выходить. Ну, я утриру. Ну. То есть за этим надо следить. И теперь я начинаю и подбирать, и закрывать. Вот я закрываю и подбираю. То есть подбираю. Вот оно. Вот я подбираю. Подбираю. Как только я подобрал, оно уже коленка-коленки. Тут же подошло. Тут же начинается разворот. И дальше подбирание газа. Вытягиваю ногу. И я ее вытягиваю до стопы. Вот этот момент важен. Все. Доставил. И как только я закончил ставить пальцы в стол. Закончил вот это вытягивающее энергетическое движение, идущее в стопу. И теперь я перехожу и закрываю пол. Ну. Коленка чуть-чуть. Подчеркиваю. Если я сильно ее поведу, то я разверну плоскость таза. То есть моя плоскость таза должна быть четко фиксирована. Ну и так как. Вот и прямым коленком чуть-чуть в руку и стопу. Все. Поехали. Держим колено над стопой. Разворачивая. Вот я разведу молочка. Все. Я подвешиваю. Тазом растапливаю. Пальцы. Приды. Подбираю таз и закрываю. То есть вот. Тут же идет раскрытие таза. Раскрытие таза. Я разворот таза. Коснуться. Коснуться. Стопа осмотра прямо. Доставил. Приды. И переходя. Закрываю. Но при этом. Закрывая при этом. Поперечное. Продвольно. Все вот это должно работать. Вот я сейчас стою. Здесь мощное усилие. Корникуля. Отсюда легкость. Подвешен. Как будто туловище висит в пространстве. Тоже ментальная, мысленная работа. Все это присутствует. Уходим. Опять же. Колено. Таз обобран. Пустота. То есть вот она пустота. Макушка. Ниши лохот. Доставил тазом. Доставил. Приды. Перешел. То есть на одном уровне. Вот это тоже напоминаю. Как будто под потолком. Здесь потолок и все. Я выше никак. Ниже могу. Но не должно быть бабомовка. Вот это. То есть стоп поднялся. Опустился. А этого не должно быть. Все. И подбирая, закрываю. Закрываю. Тут же разворачиваю. Продолжаю подбирать. И выпускаю. Цип. Стопу погружаю. В землю. Выхожу. Все. И выше. То есть таз. Чего-то вот там. Перпендикулярно. Ну здесь перпендикулярно. И сюда перпендикулярно. Да. То есть каким-то маскостям. По направлению. Ухожу. Ухожу. Вышел. Макушку не забываю. Ну понятно. Я когда что-то говорю, объясняю. Могу где-то что-то потерять. Какой-то ориентин. Подтянул. Тазом вытащил. Тазом поставил. И выше. Ну. Стоим. Работаем колено. Колено. Макушку. Самый большой секрет. И самый трудный. Это по наработке. Его мало кто вслух произносит почему-то. Мало где говорят в каких-то шоуах. Но мы нижним донтянем ведем стопы. Да. Или тазом. Тазом ведем стопы. То есть поднимаем, ставим и так далее. Так же как лопатками ведем ладони. То есть никакого движения без лопаток не нужно. Уходим. А пояснину таз и лопатки. Или поясница и лопатки. Да. Минодзадзи. Это два взаимосообщающихся сосуда. То есть они работают как единое целое. И вот когда это единое целое достигает нового качества. То есть такое выражение. Оно мне нравится. У китайцев. Как будто ци прилипает к спине. И вот действительно это ощущение существует реально. Когда тебе вот кажется, что ци со спины растекается то в ладони, то в стопы. А на самом деле она постоянно растекается в ладони, в стопы. Как ощущение от такого поверхностного момента. А более точного. Это когда нижний со средним донтянем, играясь, ведут тело в пространство. И отлично. Продолжение следует...